МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живя в Сочи, следите за новостями о сети и часто смотрите наш канал. Ваш канал для меня это самая главная группа информации про осетин. И спасибо большое тому человеку, который организовал этот канал. Благодаря этому каналу все осетины мира уже слушают и осетинский разговор, и осетинские новости наши. Только целыми днями я смотрю практически дома и наработаю ваш канал. Очень приятно. У меня кофе, большую чашку. Вы по утрам всегда пьете кофе? Каждое утро пью кофе. Никакого чая? Никакого чая. Анатолий Дианозович, нашим зрителям я вас могу представить абсолютно по-разному. Председатель осетинского общества Алания в городе Сочи, бизнесмен, меценат. Но сегодня предлагаю не об этом. Сегодня хочу поговорить о человеке с большим и добрым сердцем, об Анатолии Маргиеве. И начать хотелось бы с банального. Какое утро для вас является поистине добрым? Утро должен быть каждый день добрым. Каждое утро должен быть добрым. Потому что раз ты проснулся, уже Бог тебе подарил еще один новый день, и ты должен радоваться к этому дню. И ты должен вставать всегда с добрым сердцем, с добрыми намерениями. И тогда день будет хороший и красивый. Всегда у вас получается так? Практически, да. Я знала, что вы в прошлом спортсмен. И какое у вас бывает утро? Вы делаете зарядку или вы ходите на прогулку? Ну, я практически так. Утром делаю зарядку. Если есть время, то иду плаваю, поплаваю. Потом обливаюсь холодной ледяной водой 5 градусов, 9 ведер на голову и 3 ведра на ноги, на поясницу. Без этого бывает у меня дискомфортно. Когда это, где-то выезжаю, где-то нет возможности. Нет возможности. Анатолий Дянович, мы хотим заглянуть в вашу обыденную жизнь. Как проходит ваш распорядок дня? Ну, абсолютно по-разному. Как день ляжет, как. А вы до сих пор в бизнесе? Или вы можете уже посвятить свою жизнь хобби, какому-то любимому делу? Или, может быть, ваша работа для вас и есть любимое дело? Вы знаете, бизнес и бизнес, и вообще распорядок дня, и вообще распорядок жизни – это одно только хобби. Должен находиться среди людей, должен быть лучше всех событий. Ну, помимо бизнеса и помимо того всего, для меня не чуждо общественная жизнь, общественная деятельность. Для меня один из важных аспектов моей жизни. Там со своими, конечно, минусами. Всегда надо находить позитив. Если останавливаться на негативе, то это будет неинтересная жизнь. Самое интересное, когда находишь хоть день, целый день ходишь такой недовольный, неудавшимся днем, все равно к концу дня хотя бы ты должен найти какой-то позитив. И ты должен любаться и смеяться. Анатолий Денузович, а вы с детства придерживаетесь вот таких принципов, так позитивно проводите свой день и искренне со всеми людьми? Или вы как-то вот с годами поняли, что нужно? Да. У меня всюнушество это все. Вот, я всюнушество всю жизнь был среди людей. Я не мог, я ни одного дня себя не вижу, чтобы не общался среди людей, не находился среди своих близких, знакомых, родных. И даже незнакомых я всегда нахожу, когда это бывает, не с кем не общаться. Если куда-то я выезжаю, куда-нибудь за границу, я часто ездил. Вот максимум недели я мог находиться. И потом я начинал разговаривать с собой по-стински, по-русски. И иногда себя ловил на том, если ловил, наверное, немножко не то. Вот это у меня есть. То есть когда вы бываете за границей больше недели, вам уже хочется... Я не могу нигде находиться за пределами своей родины, нигде не могу находиться больше десяти дней. А где любите отдыхать? Многие люди проводят свой отпуск в Сочи, а вы куда любите ездить? Я больше всего люблю ездить сюда, на родину. Второй же у меня ничего нет. Много воспоминаний. Самый большой отдых, самый большой снятие стресса, снятие всего негатива, если накапливается у меня, вот здесь снимается у меня. Это я считаю, что Осетия одна для меня. У меня двух Осетий. Угу. Это северная часть, южная часть Осетии. У меня одинаковое количество друзей, одинаковое количество родственников, что северная часть, что южная часть. Анатолий Дзянозович, мы не можем не поговорить о вашей большой семье. Если я не ошибаюсь, вы были двенадцатым. Я был двенадцатым, да. И, возможно, сказать, что вот эти качества, эту доброту душевную, это милосердие вам привили ваши родители. Да, родители у меня, я вам скажу, они были великие люди. У отца было семь братьев. Все они, очень много остались на войне, четверо их. И вот их дети, помимо своих десяти детей, мои родители выращивали. Ну, у нас одновременно, в одно время где-то было около тридцати человек, детей. Наверное, вот это на меня большое влияние оказало моей дальнейшей судьбе и моего характера. Я всю жизнь был среди большого количества детей и семьи. Анатолий Дзянозович, вы со мной согласитесь, что это и есть настоящее богатство? Ну, богаче ничего нет. Деньги, все это виртуально. Остальное, все богатства, все построим, все сделаем, все это виртуально. А вот самое главное, это когда находишься среди близких людей, которых ты любишь, которые тебя любят. Вот это самое большое богатство. Остальное все виртуально. Анатолий Дзянозович, в тот период, когда в вашем доме было около тридцати человек, вы могли себе представить жизнь в будущем такой, какая она есть сейчас? Я, наверное, представлял, потому что я никогда не думал, что я буду один. А в этом даже не задумывался, что мне где-то остаться одного. А не секрет, что очень часто к вам обращаются за помощью, и вы каждый раз протягиваете руку помощи, что показывает ваше большое доброе сердце? Я считаю, что если у тебя есть возможность помогать, ты не имеешь права отказываться в помощи. Это я считаю, что это грех. Слава Богу, я Всевечного Бога всегда благодарю, что есть у меня возможность чем-то быть помощью для нуждающихся. А чаще всего с каким вопросом к вам обращаются люди? Ну, я вам не буду сказать. По трудоустройству, по здоровью я всегда всем, очень многим людям помогу, очень много. И слава Богу, что у меня есть такую возможность. Такой неприятный, наверное, немного вопрос, но как часто вы отдавали, так можно сказать, полное свое сердце, а в ответ получали некую неблагодарность, может. Очень часто. Бывало и такое, да. Очень часто. Не хочется в это верить, но расскажите. Очень часто. Это закон жизни, к этому надо относиться тоже по-философски. Как вы справляетесь с этим? Что позволяет неочерстветь вашему сердцу, увидя такие неблагородные поступки? Ну, отчерствление сердца – это моральное обнищение. Этого не должен быть ни у кого. Если сердце доброе, и сердце оно, так можно сказать, тогда ты богатый. Если ты черт, если ты жадный, тогда ты нищий и бедный человек. Сколько бы у тебя не было. Знаете, вот единственный человек, которому я завидовал, было и завистью – это своему отцу. Если он человека ненавидел, даже не любил, никогда не показывал, что он человека не любит. О нем никогда негативно не отзывался. Он просто его не вспоминал. Иногда у меня этого не хватает. Антон Дианович, немного окунемся в ваше прошлое. Чем вы занимались в детстве? Рано начал работать. Мы жили в горах. Четыре класса закончили в горах. В Весаков в горах. Я там родился. И там такой… В одном классе… У одного учителя учились четыре класса. И он там я закончил четыре класса. И потом переехал в город Цхинвали. Анатолий Дианович, вас можно тоже назвать ресторатором. Я предлагаю попробовать вам ваши сырники, а мне мои блины. Спасибо. Понравятся вам или нет? Да, я знаю эту кухню. Это мои друзья, даже мои родственники. Мама у них Маргеева. Вкусно, да? Очень вкусно. Ваше заведение в Сочи находится в торговом центре, да, я так понимаю? Туда часто приходят и сетины? Практически каждый божий день. Анатолий Дианович, вы своей добротой рушите, можно сказать, стереотипы бизнесмена. Я хочу процитировать одну фразу. Алексей Горбунов, на тот момент председатель Совета общественной организации ветеранов, говоря о вас, упоминает такую фразу. Процитирую. «Мягкий с виду, но как ножа, взрывает каменные путы». На жизненном пути что из раза в раз являлась для вас мотивацией и когда-нибудь вам хотелось бросить это дело, вот то, чем вы занимаетесь? Ну, вы знаете, эти моменты бывают тоже иногда, но это тоже отношусь по-философски. Нельзя то, что ты начал его бросать, лучше его не начинай. Полумерка – это тоже преступление. Сейчас, глядя в прошлое, вам кажется, что вы прошли сложный путь? Я не прошел легкий путь. Нет, не легкий путь я прошел. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, вы бы что-нибудь изменили? Нет, потому что в прошлом все, потому что, может, неправильно, может, правильное сознательное ощущение. Поэтому я не сожалею о том, что я прошел. На сегодняшний день о чем мечтаете? У меня мечта. С Осетии поменьше люди уходили, в Осетию обратно приезжали. Это моя мечта. Потому что был я в Южной Осетии. Я раньше ездил к своим друзьям в деревне, когда я был маленький. И деревни были… У меня просто, честно говоря, сердце кровью обливается, когда я вижу деревни, в которых проживали по 30, по 40, по 50 домов. И сегодня абсолютно заросшие, пустые. Уехали оттуда. Оттуда никто не приезжает. Это очень плохо. То же самое здесь. У нас красивая сторона. У нас такая, что можно сделать райский уголок у нас. Мирадис Бог нам подарил самую красивую, наверное, земли. Час земли. И мы как-то должны оценивать это как божий дар. Помимо природы нельзя не сказать о выдающихся личностях. Кто первым вам приходит? Конечно, конечно, я горжусь тем, что я представитель этой нации. Потому что есть великие люди, величайшие люди, которых ни в одной национальности нет на сегодняшний день. Наши великие воины, наши великие полководцы. У нас есть великие ученые. У нас очень много сильнейших врачей. Взят культуры. Такого, как Гергиев у нас. Ни в одной национальности нет. Такого, как Вероника Дударова, царство небесное, вечное. Помню. У нас великих людей очень много. Мы должны гордиться вот этими людьми. Никому не завидовать, а гордиться. Антон, где назвать? Чему рассказать, что это одно поколение? Да, они относительно одного возраста. Да, людей. Вас я отношу к их числу. Благодаря чему удавалось воспитать таких благородных людей? Вы как считаете? Наверное, это тоже Божий дар. Ну, этот самый талант и способность в жизни развиваться только тоже от Бога бывает. Многие люди на протяжении жизни придерживаются определенных принципов, правил. Одни с ними бывают рождены, а другие приобретают их на жизненном пути. И хочется узнать, для вас жизненные правила, они какие? Можете отметить три? Во-первых, человек должен быть добрым, милосердным и должен стремиться к позитиву абсолютно. Добро ведь всегда возвращается? Добро. Только добро. Только добро. Слишком много места для зла породилось, поэтому добро стало дефицитом. Анатолий Дианозович, спасибо вам за эту беседу и за ту любовь, искренность и доброту, которую вы проявляете к людям. Вам спасибо огромное.